ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первая «Шкода Суперб» по сути представляла собой продукт бейдж-инжиниринга и по большому счету являлась растянутой в длину версии «Фольксваген Пассат». Второе же поколение моделей наделало много шума именно благодаря своему нетривиальному дизайну и имиджу. Да и сам факт появления автомобиля бизнес-класса в линейке бюджетного бренда корпорации «ВАК» уже вызывал удивление. С тех пор имидж автомобилей «Шкода» изменился, и появление «Шкода Суперб» нового, третьего поколения, оказалось ожидаемым событием. Его дизайн, комфорт, инновации произвели фурор по ходу презентации мировой общественности. По сравнению с предшественником, внешность нового «Суперба» стала спокойнее. Никогда его взгляд не был настолько пронзительным, а такое количество граней на одном кузове чешской марки еще недавно и представить было сложно. С переменами в общем переменном стиле «Шкода» «Суперб» зашел дальше всех моделей. «Шкода Суперба» Интерьер «Шкода Суперб» третьего поколения аналогично экстерьеру, также заметно заострился. Из четырех предлагаемых на украинском рынке комплектаций на тест-драйв к нам попал «Суперб» в версии «Стайл Плюс». В линейке моделей она стоит почти на самом верху, уступая место лишь топовой модификации «Лаурин» и «Климент». Удобные сидения с электроприводом и памятью настроек, необычная тканевая обивка, рояльный лак центральной консоли и матовые алюминиевые вставки, если и не создают атмосферу роскоши, то как минимум заявляют о европейской пароде авто. Качество материалов и подгонки панелей заслуживает уважения, а безупречный руль понравился нам еще раньше на других моделях «Шкода». Как и любой автомобиль группы «ВАГ», «Суперб» обладает отличной эргономикой и вызывает привыкание в считанные секунды, но при этом не лишен и индивидуальных особенностей. Помимо фирменной радиальной оцифровки приборов с приятной лунной подсветкой, к таковым можно отнести функцию так называемого эстетического освещения. Тонкие светодиодные полоски протягиваются по периметру всего салона и в ногах пассажиров и, излучая мягкий свет, наполняют салон уютом. Свет и яркость этой подсветки изменяются через полноцветный тачскрин-монитор на центральной консоли. Конечно же, нельзя обойти вниманием фирменные зонтики, спрятанные в специальной нише в торцах обеих передних дверей. Можно сказать, мелочь, а приятно, но на самом деле не такая уж и мелочь. Про возникающие аналогии с другим, гораздо более дорогим автомобилем с зонтиком скромно умолчим. В дополнение ко всему внутренний простор, шторки на задних окнах, полноценный бизнес-класс. К тому же, благодаря длинной, с обновлением еще подросшей колесной базе, запас места на заднем сидении откровенно радует. Не отнимая пространство у багажного отделения, которое по-шкодовски огромно. И еще по поводу заднего ряда. Многие, чтобы не сказать, практически все автомобили бизнес-класса, как ни странно, имеют одну общую схожесть – недостаточное место сзади. Далеко не каждый пассажир сможет по-настоящему вольготно расположиться во втором ряду. Так вот, у «Шкода Суперб» этот спорный момент напрочь отсутствует, ибо место здесь, как в лимузине. Его и в прошлом поколении было много, но с обновлением стало еще больше. Под капотом тестируемого «Шкода Суперб» турбомотор TFSI объемом 1,8 литра и мощностью 180 сил. В паре с 7-ступенчатым роботом DSG этот мотор расположен в динамичной езде, практически не слышен из салона и обладает неплохой экономичностью. С этим же мотором при желании можно получить и 6-ступенчатую механическую коробку. Более дорогой и еще более динамичной альтернативой такому силовому агрегату на нашем рынке является 220-сильный 2-литровый турбомотор в сочетании с 6-ступенчатым DSG. Подвеска с опцией «Плохие дороги» хоть и воспринимается слегка жестковатой, но отлично справляется с теми самыми плохими дорогами без ущерба стабильности напрямую и контроля над машиной поворотом. При этом клиренс составляет вполне приемлемые для наших дорожных условий 165 мм. Из вспомогательных систем, помимо привычных, «Суперб Стайл Плюс» может порадовать активным круиз-контролем с функцией поддержания дистанции до впереди идущего автомобиля, автоматическим электронным стояночным тормозом и системой «Стар Стоп», которая срабатывает незаметно и мгновенно реагирует на пожелания водителя. Ну а за доплату новый «Шкода Суперб» можно основательно дооснастить. Системой контроля зарядностью в движении, системой динамического контроля ходовой, системой помощи при движении в заторах, новой системой контроля слепых зон, интеллектуальным освещением, парковочным ассистентом и многим другим, чем еще недавно могли похвастаться лишь топовые модели люксовых брендов. Вот такой он новый флагман модельного ряда «Шкода». Жаль, но испытать в действии все инновации нового «Суперба» не представилось возможным, не было на тесте его максимальной комплектации, но и без них впечатления сложились очень приятные. Современный, стильный, очень просторный, презентабельный, надежный автомобиль без избыточных переплат. Конкурентам будет непросто.